Детям нужна помощь независимо от кризиса. Благотворительные фонды по всей России и по цепочке оказались в сложном положении. Некоторые помогали своим подопечным собирать деньги на лечение с помощью пожертвований. Другие делали это с помощью спонсоров из бизнеса. Сейчас у всех денег становится все меньше и положение шаткое. Поэтому деньги в фонды не поступают и они не могут помогать. Как это сказалось на хабаровских детях, вы узнаете из сюжета Яны Карабицыной. Собака. Превращать каждую игру в учебное занятие Ольга привыкла. Ее сыну Роману 6 лет. У него атипичный аутизм. Ему нельзя делать перерывы в обучении, иначе откат. И ребенок, который вчера различал виды животных, перестанет это делать. Особой надежды на серьезное улучшение состояния сына у женщины не было. Но год назад Ольга обратилась к генетику. Сказал все-таки, что есть у ребенка какие-то вторичные нарушения. И нарушения на клеточном уровне, которые при лечении которых, конечно, возможно, там не все лечится. Но при лечении которых можно выправить его состояние. И поэтому нам нужен генетический анализ дорогой. Очень дорогой – это 40 тысяч рублей. Но семье Ольги уже неоткуда взять эти деньги. На регулярные занятия Ромы уходит 50 тысяч рублей в месяц. Поэтому Ольга решила обратиться в благотворительный фонд «Счастливое детство». Раньше постоянно помогала ему сама, отправляя пожертвования. Надеется, что сейчас и ей дадут надежду на улучшение состояния сына. Мы помогаем в самой сложной категории граждан. Есть такие семьи, которые могут себе позволить лечение. Мы это все отслеживаем, собираем справки, чтобы вы понимали. Потому что деньги нам легко и не текут, мы их с трудом добываем. Благотворительный фонд «Счастливое детство» работает 6 лет. За это время помогли 135 детям. Оплатили обследование, лечение и реабилитацию, на которые родители не смогли найти деньги сами. Для помощи подопечным привлекли 20 миллионов рублей. Сейчас своего лечения ждут дети с ДЦП, аутизмом, онкобольные. Однако время как будто остановилось. От необходимой суммы собрали всего 10%. Многие компании сейчас не работают. И на лечение деткам мы не можем собрать деньги. Потому что у нас есть очередность. И родители ждут. Вот сегодня по гарантийному письму девочка одна начала лечиться. У фонда уже есть постоянные спонсоры. Но в это время от них нет ответа. Бизнес решает свои проблемы, пытается удержаться на плаву. А дети остаются без лечения. Подопечные, которые получают помощь каждый год, в этот раз ждут ответ от фонда с особым напряжением. От регулярности лечения зависит состояние детей. Они проходят реабилитацию в институте имени Турнера. Они ждут лечения, чтобы на локомате позаниматься. Так как у нас локомат – это такое оборудование, которое заставляет ребёнка делать двигательные функции. Он ходит в нём. У нас такого оборудования в Хабаровске нет. Детям нужна помощь, независимо от экономической ситуации. Если у вас есть возможность помочь, то даже небольшая сумма станет хорошим вкладом. Вся информация на сайте фонда «Счастливое детство». Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Фонд выстраивает и системную помощь. Например, проект «Белый пароход» помог детям открыть путь к музыкальной карьере. За четыре года проекта в нём поучаствовало 600 детей. Особенный театр «Ключ» через творчество к жизненной силе. Через эти проекты дети с тяжёлыми, множественными нарушениями развития социализируются. У них появляются новые смыслы. Родители учатся лучше понимать своих особенных детей. На эти проекты фонд привлёк ещё почти 50 миллионов за всё время существования. Сейчас все проекты на паузе. Главное – найти деньги на лечение детей.